Вести Карачаева-Черкесия В конце прошлой недели глава Республики Рашид Тимрезов принял участие в 12-м заседании группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», которое традиционно проходит в Казани. Там же проходил 13-й международный экономический саммит «Россия-Исламский мир» «Казан-Саммит-2022». Рашид Тимрезов возглавил делегацию от Республики, в которую вошли муфти Карачаева-Черкесии, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердеев, первозаместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Ахмад Семенов и ректор Исламского института Мухаммад Хаджибачаев. Члены официальной делегации посетили ряд мероприятий, посвященных принятию ислама в Волжской Булгарии, в том числе приняли участие в церемонии закладки первого камня соборной мечети в Казани. Мэр Черкеска Алексей Баскаев и министр строительства ЖК Республики Ренат Семенов проверили ход ремонтных работ в третьей школе города, которые начались в этом году по программе капремонта образовательных организаций. На объекте запланирована замена кровли и всех инженерных коммуникаций, пожарной сигнализации и системы оповещения, старых полов и дверей, а также ремонт учебных классов, актового и спортивного залов, пищеблока и т.д. Территория школы будет благоустроена и ограждена. По словам городоначальника, на сегодняшний день здесь выполнен демонтаж внутренней отделки двух этажей корпуса номер два и первого этажа корпуса номер один. Вот-вот специалисты приступят к замене электрики. В Карачаево-Черкесии работают представители Национальной ассоциации организаций больных редкими заболеваниями генетика. В целях визита окружное совещание со специалистами всех регионов Северокавказского федерального округа по вопросам готовности их медико-генетической службы к новым подходам развития системы здравоохранения России. В первую очередь в том, что касается орфанных, то есть редких, но при этом очень тяжелых заболеваний. Комментирует информацию президент Национальной ассоциации организаций больных редкими заболеваниями генетика Светлана Каримова. Мы понимаем, что сейчас эта тема уже настолько на государственном уровне, что мы готовы делать программы по редким заболеваниям, но для этого нам очень нужна готовность, потребность регионов, что им нужно для того, чтобы сделать качественную диагностику по этому направлению. Хватает ли технических средств регионов, хватает ли кадров. Парламент Карачаева-Черкесии рассмотрит законопроект по введению ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции в определенные праздничные дни. В частности, предлагается запретить розничную продажу алкоголя в день проведения последнего звонка, а также в день защиты детей, в день молодежи и день знаний. Кроме того, розничную продажу алкоголя запретят в дни празднования мусульманских праздников Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Исключение составят объекты общепита, где будет допускаться розничная продажа алкогольной продукции в праздничные дни. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но нереализованную продукцию. При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 млн. рублей. Получить эту безвозмездную грантовую помощь могут только те предприятия, которые зарегистрированы на территории региона. Более двух лет имеют статус юридического лица, а их основной вид деятельности должен лежать в обрабатывающем производстве, за исключением предприятий по производству пищевых продуктов и напитков. Комментирует информацию заместителя министра промышленности, энергетики и транспорта республики Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий, и, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборот, вот в оборотные средства на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. Около 8 километров ветхих водопроводных и канализационных сетей Черкеска заменят до конца года. К работе в осенне-зимний период запланирована замена более 4 километров водопроводных и 3 километра 700 метров канализационных ветхих сетей. К предстоящему отопительному сезону в городе также предстоит подготовить 155 водозаборных сооружений, 15 насосных станций, 120 километров водопроводных и 115 километров канализационных сетей. Запланирована замена 24,5 ветхих электрических сетей, а также подготовка 89 километров линий электропередачи и 122 трансформаторных подстанций. В первую очередь коммунальные службы занялись капитальным ремонтом сетей теплоснабжения. Помимо ремонта и замены труб, они готовят к будущей зиме и котельные. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети» Вячеслав Аверченков. На сегодняшний день на данном участке от пересечения улицы Комсомольская до улицы Первомайская, 27, уже практически завершены земляные работы в рамках капитального ремонта сетей теплоснабжения. Характеристика тепловых сетей на данном участке – это теплотрасса диаметром 426 миллиметров, общая протяженность 195 погонных метров. Еще в рамках капитального ремонта мы планируем заменить два участка тепловых сетей. Это от пересечения улицы Октябрьская-Леонова до пересечения с улицей Грибоедова, 127 погонных метров, теплотрассы диаметром 273 миллиметра. И от пересечения улицы Леонова-Грибоедова в сторону многоквартирного жилого дома номер 25А по улице Грибоедова, теплотрасса диаметром 325 миллиметров, общая протяженность 97 метров. В этом году общая протяженность подлежащей замене составляет 419 метров. В данном случае, на данном участке земляные работы не составили особого труда, поскольку пересечений с инженерными коммуникациями минимальное количество, работал большой экскаватор, а сама замена труб в части сварных стыков, там просветка стыков, поскольку это магистральные тепловые сети, это трудоемко и затраты. В республике прошел первый экзамен для выпускников девятых классов по английскому языку, в котором приняли участие 215 школьников. Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программ основного общего образования по иностранным языкам – 29 баллов. Результаты экзамена будут опубликованы не позднее 2 июня текущего года. В Индустриально-технологическом колледже Черкеска состоялась церемония закрытия 12-го регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Амбилимпикс. Победители, занявшие первые места в своей группе, сформируют состав сборной команды Карачаева Черкесии для участия в 12-м национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в региональном чемпионате было 15 компетенций. Всего по итогам чемпионата участники заняли 12 первых мест, 13 вторых и 13 третьих. Учащиеся школа Ола Эркенхалк имени Санглебаева Ногайского района стали одними из самых активных участников межрегиональной акции «Нет кибермошенничеству», которая проходила с 5 по 29 апреля 2022 года в 119 образовательных учреждениях Южного и Северокавказского федеральных округов. Школьники создали видеоролик на тему кибермошенничества, разместили его в социальных сетях и набрали более трех тысяч просмотров, что в итоге стало лучшим результатом поиска ФОО. Организатором акции в Карачаево-Черкесии выступило региональное отделение Банка России. Интерес к ней проявили почти 800 детей из 20 школ Республики. В рамках проекта в школах прошли уроки по финансовой грамотности на тему кибермошенничества. В основу этих уроков легли просветительские материалы Банка России. На втором этапе школьники выполнили творческое задание, подготовили тематический видеоролик и разместили его в социальных сетях своих школ с хэштегом «Киберграм-Юг». Заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов поблагодарил всех участников масштабного проекта и вручил победителям благодарственные письма. Образовательные учреждения Карачаево-Черкесии всегда принимают самое активное участие в мероприятиях по финансовой грамотности. Не стало исключением и прошедшая межрегиональная акция «Нет кибермошенничеству». Интерес к ней проявили около 800 учащихся из 20 школ нашей Республики. Они стали более подкованными в вопросах киберграмотности, узнали об уловках мошенников и научились правилам безопасного обращения с деньгами. Эти знания пригодятся им и сейчас, и позднее, когда они вступят во взрослую жизнь и начнут самостоятельно распоряжаться своими финансами. Искренне поздравляю наших победителей и благодарю всех участников за креатив и нестандартный подход к теме кибербезопасности. Такого рода мероприятия мы будем проводить и дальше. Надеемся, что школы Карачаево-Черкесии сохранят свою активную позицию в изучении темы финансов. 29 мая текущего года в республиканской столице пройдет концерт камерного оркестра Государственной филармонии Карачаева-Черкесии. Запланированы и участие заслуженной артистки Республики Марьяна Алботовой, султана Батчаева и солистки Государственной филармонии Ставрополя Валерии Петиной. Симфонический камерный оркестр появился в Республике около года назад при поддержке Регионального министерства культуры и главы Карачаева-Черкесии. Художественный руководитель и главный дирижер Марат Гидеев. В Государственном республиканском историко-культурном и природном музее-заповеднике имени Марии Байчоровой прошла всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году культурного наследия народов страны на тему «Мода на традиции». Одновременно в выставочном павильоне прошел мастер-класс по одному из видов народных промыслов – плетению циновок. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрыть свои таланты и попробовать себя в самых разных направлениях искусства. Об этом рассказал министр культуры региона Зурапа Гербов. «Будет включать в себя четыре специальности. Это работа со звуком, звукорежиссура, создание музыки. Это работа с фото и видео, то есть направление медиа, направление кино. Также у нас будет направление дизайна, где мы будем разрабатывать различные элементы прикладного дизайна, как, например, веб-дизайн или дизайн среды. И четвертое направление – это непосредственно создание электронной музыки. Мы буквально за несколько месяцев будем учить ребят как современными инструментами уже создавать свои первые треки, записывать их и загружать онлайн, чтобы они уже приносили деньги, так как сегодня монетизируется большинство артистов на Земле. Важно это потому, что сейчас Российская Федерация, Министерство культуры поворачивает развитие творческих специальностей в практическую плоскость. То есть мы учимся как, по примеру, западных или восточных странах, где шоу-бизнес, где технологии развиты очень сильно. И действительно артист, музыкант – это человек, который зарабатывает своим талантом, зарабатывает своим искусством. Мы сейчас идем по этому пути и учим детей с ранних лет. С 15 по 18 мая в Архызе прошел Всероссийский конкурс проектных сценариев культуры национального гостеприимства. В конкурсе приняли участие проекты, которые были ориентированы на популяризацию традиций, обычаев, обрядов гостеприимства народов, проживающих в Российской Федерации. Более подробно о конкурсе расскажет министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Мероприятие имеет важное значение с точки зрения патриотического воспитания молодежи Карачаевской Республики Российской Федерации. Также одной из целей и задач, которые перед собой ставят организаторы данного мероприятия, ассамблея «Мы россияне», о которой я говорил, это содействие межкультурному, межконфессиональному диалогу между народами Российской Федерации. Здесь следует обратить внимание на то, что данный проект реализуется довольно своевременно, потому что ввиду сложившихся событий как никогда важно, чтобы все народы Российской Федерации поддерживали курс президента России Владимира Владимировича Путина и ни в коем случае не поддавались тому информационному давлению. Той распространяющейся информации, которая относится к категории недостоверной, неполной, не поддавались этим, как сегодня принято говорить, фейковым новостям, основывались исключительно на данных фактурных, в которых присутствует фактаж, в которых присутствуют количественные показатели, конкретные статистические данные и организации проведения подобных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, направленных на содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, на сегодняшний день имеет важное приоритетное значение для нашей страны. Республиканская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напоминает, что в Карачаево-Черкесии наступил период наивысшей активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. Уже официально зарегистрировано более трех десятков случаев укуса. С целью снижения риска заражения населения республики инфекциями, передающимися через клещей, органами исполнительной и муниципальной власти полным ходом идут мероприятия по борьбе с клещами. Перед майскими праздниками были обработаны рекреационные зоны в Черкесске. Очередная серия мероприятий акции «Генеральная уборка» прошла на этот раз во всех населенных пунктах Зеленчугского района. В ней приняли участие порядка 2,5 тысяч человек, убрана площадь 50 гектаров. На уборку вышли сотрудники районных администраций, трудовые коллективы и жители сельских поселений. В конце июня генеральная уборка пройдет в Карачаевском районе и Карачаевском городском округе. Жители Карачаево-Черкесии могут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу «заточка городсреда.ру» и отдать голос за объект в рейтинговом голосовании. Подробности сообщила заместитель министра строительства ЖКХ республики Сульфира Бачаева. По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать вот из двух одну территорию. Это либо аллея подаватора, либо лестничный спуск на Зеленый остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн-проект улицы Мира. По городу Уйджигута будут выбираться из двух скверов один, либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены, тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице, и также аллея по улице Бардина. Онлайн-приемная пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни, и круглосуточно. Архиз вошел в топ-5 популярных у туристов направлений для отдыха. Рейтинг составлен национальной системой бронирования отелей в России и странах ближнего зарубежья броневик.ком. По данным аналитиков ресурса, наиболее популярны на Северном Кавказе у туристов 4 города и 1 поселок – Махачкала, Пятигорск, Минеральные воды, Каспийск и Архиз. Составители рейтинга сообщают, что у туристов в Архиз влечет мягкий благотворный климат, природные достопримечательности и множество баз отдыха. В Черкесской прошли соревнования по баскетболу с участием юношеских команд из КФО Сухума и Донецка. Помимо состязаний, для ребят из Донецка разработали и развлекательную программу, в рамках которой состоялись дружеский турнир на картинге, квест-игра, посвященная столетию республики и мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы в ресторане «Умарина». Дети получили огромное количество положительных эмоций и остались в восторге от кухни народов нашей многонациональной республики. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия. До новых встреч!